приветствую все зрители моего канала меня зовут марина и сегодня с небольшим недельным опозданием но с обновленной информации я готова рассказать вам о своих планах на весну на март апрель и май 2021 года я не сняла это видео раньше потому что хотела посмотреть что будет нового интересного весеннего на выставке handmade expo и предполагала что мои планы которые я все-таки составила такие в конце зимы что они немного видоизменяться ну в общем то так и произошло ну скажем так два набора о которых я ничего не знала до непосредственно самой выставки появились у меня в планах так что сейчас раз все вам расскажу и начнем с вами по традиции с миниатюрок у меня есть кто не знает хотя мне кажется уже все знают у меня есть такая традиция каждую неделю вышивать одну миниатюру сейчас не знаю мне кажется немножко это у меня сбила связи с выставочной недели хотя я там на прошлой неделе сделала две поэтому мне кажется где-то она так на так и выходит в общем миниатюр у меня почему-то 14 получилось мне кажется что давайте посмотрим сколько у нас недель ну одна уже прошла ну 13 короче стой которая которая уже прошла наборов у меня 14 ну будем смотреть будем разбираться как это все будет посчитаем что я себе запланировала с запасом в общем первый дизайн это новинка этой выставки от фрузилка называется весняный будинок весенний домик вот такой вот домик с цинией такая вот красота у нас будет и вот что у меня есть на данный момент да он у меня уже начат и на данный момент то у меня там ниточка просвечивает вот я ее я ее типа прячу там вот на данный момент у меня в нем вышито 35 процентов 35 процентов домика готова но еще впереди много много работы так что это мой первый план этой весны следующий мой план от фрузилка это также новинка это клубника вот такое вот продолжение серии иконок лошадка это клубничка я вам ее показывала в покупках подарках с выставки handmade expo и насколько показал мой жизненный опыт продать двухдневный продавца консультанта на выставке это клубника очень хорошо расходилась она у нас закончилась потом мы нашли еще и продали то что нашли поэтому я так понимаю что она будет хитом здесь очень красивые лэзи дейзи делаются такие объемные желтенькие здесь будет пришивной элемент такая классная клубничка в общем где-нибудь на май наверное я себе вышью эту лошадку далее то что было у меня в планах изначальных на год я напомню у меня есть вот такой вот план на год надо кстати посмотреть не надо ли здесь еще чего-нибудь вычеркнуть вот вот так вот это все дело выглядит и в этом плане на весну у меня были запланированы вот такие вот магниты вот жар птицы здесь нет названия здесь только артикул p491 или r491 я была в гугле и google мне сообщил что этот набор называется цветочная симфония это вот такие вот четыре магнита вот это пожалуй единственный набор который вызывает у меня сомнения в том насколько я быстро с ним справлюсь потому что у меня есть по нему перенабор и сейчас я вам скажу кое здесь количество крестиков здесь 3180 крестиков вот ну короче нужно будет подумать потому что если вышивать его как основной то понятно успею за неделю если вышивать как дополнительные то как-то сильно много 3 3 с чем-то тысячи крестиков но ничего я думаю что как-то разберемся но когда его вышивать как не весной будет красота далее набор который у меня неожиданно долго пролежал набор от фрузилка обычно я вышиваю сразу это вот такой вот пион он у меня появился еще прошлым летом но отложился и будет у меня вышед вот такой вот классный пион думаю с ним за неделю в качестве дополнительного проекта я точно справлюсь так подвинем весенний дом далее это у меня мои ангелы ангелы евгений колесниковой вы я думаю знаете у меня запланированные ангелы по месяцам у меня есть вот такая вот табличка где расписано сколько я их должна в каком месяце вышить и соответственно я вы можете в любом dlinti 5 марте нас ждет ангел дождя и ангел времени в апреле весенни космический и в мае садовый вот они их мои мартовские ангелы ангел времени и ангел дождя у ангел어야 дождя есть вот такой вот зонтик а у ангела времени часики я их вижу вот эти классные часики Вот такие вот два ангела нас ждут в марте Ну, логично я предположила, что дождь Это то, что в марте будет нас ждать И перевод часов Так что ангел дождя и ангел времени Потом в апреле у нас с вами будет весенний и космический ангел Весенний выглядит вот так вот Смотрите, какой классный, яркий С весенними цветами, с яйцами, с птичкой Такой цветочек он будет держать в руках, мне кажется, будет красиво Космический Спустите, почему космический? У меня все продумано в апреле у нас день космонавтики Вот так вот ангел космоса Вот так он выглядит И здесь у нас такой Сатурн Вот такие вот два на апрель И на май у нас один единственный садовый ангел Так вот он будет выглядеть Смотрите, какая красота Заборчик, тут какая-то уже яблоня, наверное, с яблоками Рано, конечно Ну хотя, да, он же садовый, он же не майский Это я его майским придумала Вот такой вот классный садовый ангел будет ждать нас в мае И здесь у нас такая вишенка или черешенка, что-то такое Так, и что у нас, где моя подсказка? Что у нас еще по маленьким работам? Снегирь Снегирь от Жарптицы также Он у меня вот в такой вот дорожно-походной сумочке Потому что я его вышивала уже несколько раз Его ношу с собой Вестник зимы Вот такой вот снегирь Вот Жарптицы Ну либо два, либо один двухсторонний Я еще пока не решила Выглядит он у меня на данный момент Вот таким вот образом Вот мой снегирь И в нем у меня на данный момент Вышито 28% Вот Такой он крупный получается Смотрите, такая птица немаленькая Нахохлившаяся такая Ну, класс Очень красивый Но пока без головы Но я думаю, что я решу этот вопрос И вышьется у нас снегирь этой весной Далее у нас будут мои так называемые долги Которые остались у меня с зимы Это две невышитых игрушки от Волшебной страны Это вот такие вот сани Вот FLK 314 Так они будут выглядеть Но по правде они будут выглядеть гораздо лучше И пока что они у меня вот в таком вот виде Они просто покрашены Все Это пока все внимание, которое им от меня досталось И вот такая вот елочка FLK 317 То есть это будет вот как пара Видите Там еще есть олень Но оленя я не брала Елочка в таком же состоянии, как и сани Вот Они у меня покрашены золотой краской Но пока еще не вышиты Сани, кстати, очень большие Посмотрите, какие Тут работа будет нормальная Так, но тоже планирую Вышить их Ай Положим на вербу Планирую вышить их Так же Этой весной Причем я хотела бы, наверное, в мае Потому что Что-то мне подсказывает Что чем Теплее становится Тем дальше я становлюсь В этом году От новогодних игрушек Вот как-то Меня это пугает Но слава богу У меня есть много других миниатюр Всяких, не только зимних Ну, как вы видите По количеству всего того Что я вам сейчас здесь Разложила Поэтому я думаю, что Мы справимся Но в ближайшее время Мне действительно хочется Именно что-то весеннего И последние два процесса Это как раз те процессы Которые ворвались в мою жизнь С выставки Handmade Expo Это вот такой вот чехол Для ножниц От волшебной страны Вот так вот он будет выглядеть Я снимала обзор на него Видео о покупках с выставки Кто не видел В верхнем правом углу Выезжает ссылка Очень интересная Здесь и деревянная основа И вот эта перфорированная Из Экокожи Да, кожезама Из искусственной кожи В общем Это все потом будет сшиваться Будет получаться чехольчик Вот сама основа Так что Очень интересно Не хочу откладывать в долгий ящик Пока это новиночка Хочу вышить Мне интересно Не знаю уже куда складывать И конечно Конечно Я не могла оставить Этот процесс Куда-нибудь Напоследок Куда-то откладывать Я хочу вышить Эту вазу Вот Мы вчера смеялись Это было вчера Или позавчера Когда Получили с Таней Крымчук Вот этих вот котиков И я сказала В видео Что вот Приеду дома Поставлю вазу И она такая Говорит Ты сначала вышей вазу А потом В нее ставь Но вышить я конечно Не успела Пришлось ставить В другую вазу Но Вот эту вот Тоже хочется сделать Это кто В том же самом видео На котором я вам Оставляла ссылку О покупках С выставки Handmade Expo Я и Эту вазочку Тоже распаковала Показала Что там внутри Там внутри То есть это как бы Две вот такие вот Деревянные Стороны С разным рисунком То есть они не одинаковые С одной и с другой стороны И внутри Там колбочка Там стеклянная колба В которую можно набрать Настоящую воду И поставить туда Настоящий цветок Поэтому Мне очень хочется Сделать эту вазочку Это что-то новенькое Вот у нас Артикулы ФЛК 345 Думаю Что эту вазочку Я так же В ближайшее время Сделаю И вот так вот Я вам хочу сказать Выглядят Мои Планы На весну В миниатюре Весенний домик У меня здесь есть Подсказочка Страница моего Рукодельного блокнота Я думаю Что такие Пришло время Снять вам обзор Рукодельный блокнот Я там практически Все уже заполнила Хотела сказать Запомнила Но нет Мне нужен Рукодельный блокнот Именно потому что Я не в состоянии Все запомнить Весенний домик Клубника Цветочная симфония Пион Ангел Дождя времени Весенний космический Садовый Снегир Ёлочка Сани Ваза Чехол Вот так вот Выглядят Мои планы В миниатюре На весну 2021 года И конечно же Я сделала Калаш Это Выглядит Вот так вот Я смогу На это все Смотреть И Отслеживать Что я уже Успела сделать Что еще нет Мне так уже Хочется приступать К чему-то Цветочному Яркому Вы себе не можете Представить И давайте Сейчас я Немножко Здесь поубираю Все эти Миниатюрки И мы с вами Перейдем К просмотру Моих Больших Наборов Схем Моих планов Основных Назовем их так Моих планов На весну Этого года Ну что Переходим К большим Процессам И первый Мой процесс Это Лебединый замок От фирмы Йонона Вот так вот Он будет выглядеть Я вышиваю Его каждый месяц По 4000 крестиков Согласно этому Нехитрому плану В конце года У меня эта работа Должна быть Полностью готова И пока что У меня она Выглядит Вот так Вышивала я Соответственно Ее уже Два месяца Это Январь и февраль В марте Еще не приступала И готова 16% Работы 16,4 Я думаю Что в конце Весны У нас здесь Продвижение Будет побольше Поинтереснее Пока что Здесь всего Два цвета И то не до конца Вышитых У нас здесь Сейчас всего Черный И темно-темно-зеленый Который вы С такого расстояния Наверное Даже от черного Не отличите Весьма Такая Прогонистая схема Я думаю Тоже можно Это наблюдать Но Я видела Готовый результат Я знаю Что будет классно Поэтому Потихонечку Помаленечку Будем двигаться К готовой работе Которую мы Я надеюсь Увидим В конце этого года От следующих Двух работ Это авторские схемы К сожалению Я вам могу показать Пока что Только превью Это у нас Маки Ботаника От Алиса Княз Это будет Второй мой круг У меня уже Вышиты Магнолии В прошлом году И в этом году Я буду вышивать Маки Вышиваются В принципе Эти работы Насколько я помню По магнолии Не очень сложно Там главное Вот где эти Незашитые Такие белые Промежуточки Не сделать Там какую-нибудь Протяжку Черной ниткой Потому что Будет видно А так Если ты за этим Следишь Что в общем-то Вышиваются Не сильно Сложно 5704 крестика В этой работе То есть Если так По тысяче В день То с них В принципе Это и за неделю Можно справиться Не знаю Как у меня Это пойдет Но Каких-то Опасений По поводу У нее Что вот Какая-то Сложная Работа У меня Нет В отличие От следующей Схемы Это розы От Инны Пешковой И здесь У нас Уже 12337 Крестиков Почему-то Как-то Эти схемы Мне кажется Не вызывают Какого-то Обычного Страха Что Вот они Сложные На самом деле Опять же 12500 Крестиков И в этой Работе 62 цвета В этой Птичке 62 цвета Ну как По мне Это очень Много Но Я надеюсь Конечно Что будет Хороший Красивый Результат Я уже Приобрела Вот опять же На выставке На Эдэкспо Приобрела себе Ткань Для роз Как раз Потому что Для Маков От Алиса Княз У меня Там будет Просто Я думаю Белая Линда 27 А вот Для Роз Я приобрела Ткань И Вот здесь Я не обольщаюсь Что это будет Какая-то Очень легкая Работа И ирисы Были Не сильно Легкие Но мне кажется Что Розы Будут Сложнее Но Жизнь Покажет Следующая Работа Как вы можете Видеть У меня Уже Мягко Говоря Начата Это Схема На море От Дарьи Мостраковой Которую Я в том Году Немножко Не довышивала Она у меня Растянулась Куда-то Там В сентябрь И В сентябре Мне ее Уже Вышивать Не хотелось Мне уже Хотелось Всякие Тыквы Листья И вот Все Такое Поэтому Я решила Себя Не мучить Раньше Я ее Довышивала Чтобы иметь В конце Года Готовую Работу Еще Одну Но Я решила Что Нет Я не буду Этого Делать Поэтому Остановилась Я на 62% Готовности Работы Здесь По сути Нужно Вышить Только Вот это Зеленое Покрывало Девушка И Небо Небо Там Будет Вышиваться Полукрестом Короче В этой Работе Мне осталось Еще 7600 Крестиков Она Тоже В принципе Не очень Простая Она Не маленькая Она Вообще Не маленькая Я тут Такие Смотрю Припуски Сделала Такие Просто Щедрые Я не знаю Как такое У меня Получилось Но Больше Не меньше Поэтому Еще 7600 Крестиков Сделать Этой Весной И Конечно же Кучу Бэкстича И у меня Да Если я говорю Крестики То это Имеется ввиду Именно Крестики Или Полукрестики Пересчитанные В крестики Как два Два Как один Крест Бэкстич Я не Считаю Хотя Сага Пересчитывает Бэкстич В кресты Но Я этого Не озвучиваю То есть Это чисто Крестики Я надеюсь Что я справлюсь Все таки С этим Здесь будет Дробный Бэкстич Насколько Я помню Но Я надеюсь Что я его Одолею И Этот процесс Прошлого Года В этом году У меня Будет Закончен Так Еще два Набора Которые у меня В планах На эту весну Которые я Наверное Даже не буду Сейчас брать В руки Вот положила И положила Потому что Они начнут Конечно же Все в себе Отражать И блестеть Это два Набора Из серии Голд Наггетс От Дименшенс Которые называются Баттерфлай Бьюти И Хаммингер Бьюти Как красота Бабочек Красота Калибри Скорее всего В общем Это серия Голд Наггетс Я вам уже Показывала Их несколько раз Я вышивала Похожие наборы То есть У нас Здесь есть Ткань Вот эта вот Зелененькая В наборе У нас есть Ленточка Вот она Зеленая Мы должны Вышить Работу Сделать Из нее Пинки Украсить Ее Бусинами По краю И прикрепить На Подложку На которую Натянута Эта ткань И вот эта Ленточка Давайте Я сейчас Все таки Рискну Это все Перевернуть Вот так Выглядит Видите Здесь есть Темный круг Это Вот эта Тень Вокруг Работы Здесь Есть Вот эта Ленточка В общем Разберемся Бусины Я буду Заменять На Бусины Алиэкспресс Металлические Красивые Золотые Почему-то Я не знаю Возможно Это тоже Какое-то Обманчивое Впечатление И потом Я Пожалею Что я сказала Эти слова Но почему-то Сейчас у меня Эти наборы Тоже Какого-то Особого Опасения Не возникают Что Не Вызывают Что они Могут быть Сложные Потому что В калибре У нас 5234 Крестика И В бабочке 5700 90 Почти 5800 То есть В бабочке Зашивки Больше Чем в калибре Ну Вроде Когда Немало Но Почему-то Мне кажется Что Ну Опять Если вдруг По тысяче В день Вышивать И вдруг Такое Произойдет То На неделю Работать Ну Будем Смотреть Как все Будет складываться Пока что Я не особо Волнуюсь Что это Как-то Будет Сложно Здесь Слава богу Ткань В наборе Потому что В предыдущих Моих наборах Голд наггет Там была не ткань Там был Велюр И Он вызвал Кто помнит У меня Перед новым годом Он вызвал Кучу проблем Он был Абсолютно Разного цвета В двух наборах Я покупала Ему Замену Короче Это была Целая история Здесь ткань Я надеюсь Фу-ть-фу-ть-фу Что с тканью Вот этой У меня Таких проблем Не возникнет Еще Еще два Кристиковых процесса И все Оба у меня Начаты Первый из них Это Поцелуй волков От Dimensions Это Обычная Серия Это не Голд Вышито у меня На данный момент 8,5% И Вот так Вот Выглядит Мой Отшив Здесь у меня Обозначена Серединка В общем Вот что у меня На данный момент Вышито Надеюсь Что свои успехи Весной Мне удастся Примножить И вообще-то По идее Хотелось бы Закончить эту работу Потому что В ней 17 тысяч Крестиков 17,5 тысяч Крестиков Я думаю Что Уж как-нибудь За весну С этим Можно справиться Пока что Работа Вроде идет Не сильно Сложно И конечно же Она Куда же без нее В нашу жизнь Снова возвращается Дизайн Утименшлс Это Печатный Крест Это Калибри И Фукси Вот как Должна Будет Выглядеть Работа И Вот Как она У меня Выглядит На данный Момент На данный Момент У меня Вышито 9,9% Практически 10% Работы На Краткий Экскурс В историю Ничего здесь Не видно Вот Конец Истории На самом деле Крестики Нанесены Зеленым И розовым Зеленые Более-менее Видно Розовые В некоторых Участках Не видно Вообще У нас Сегодня 8 марта Когда я Снимаю Это видео Поэтому Я постоянно Моя вещь Настолько путана Потому что Постоянно Кто-то Звонит Так Чтобы я Помнила На чем Я становилась Да Наверное На том Что Некоторые Крестики Нанесенные Видно Некоторые Не видно Здесь еще Приходится Вносить Элемент Творчества Потому что Здесь будет Прокладываться Потом Бэкстич А вот Эти Нанесенные Крестики Они очень Часто Вылезают За границы Будущего Бэкстича Будет Некрасиво Короче Приходится Еще Крестики Делать Какие-то Длинные Квадратные Какие-то Укороченные Продолговатые Приплюснутые Пухленькие Короче Приглядываться Здесь Крестиком Пожалуй Не стоит Но Зато Я надеюсь Что Потом Будет Красиво Я Приноровилась Вот здесь На птичке Если я вам Сейчас Приближу Будет Видно Вот здесь У нее На грудке Были Тоже Розовые Крестики Я их Водорастворимым Маркером Нарисовала Чтобы Было Видно Куда Нужно Что Пришивать И По Этому Водорастворимому Маркеру Видите Зеленые Видно А розовые Вот здесь Розовые Я думаю Видно Что Ничего Не Видно Вот здесь Вот так же Розовые Видите То есть Так Вроде Видно Но Когда Садишься Вышивать И Понимаешь Что Надо Посчитать Сколько Их Там Штук Где Он Начинается Где Заканчивается Крестик Ты Понимаешь Что Ничего Не Можешь Понять Но Я Вроде Как Приноровилась Вот этим Водорастворимым Маркером Как То Устроилась Поэтому Я надеюсь Что Опять же Потихоньку У меня Эта работа Так же Весной Вышьется Хотелось бы Действительно Ее закончить У меня В ней Осталось Хочу Вам Сказать 6217 Крестиков Но Конечно Это Не та Работа На которой Можно Вышивать По тысяче Крестиков В день Это Та работа Которую Ты берешь Вышиваешь Столько Сколько Тебе Хватает Моральных И физических Сил И Просто Потом Ее Откладываешь И все И начинаешь Вышивать Что-то Другое То есть Каких-то Огромных Продвижений За какие-то Сжатые Промежутки Времени Здесь Ожидать Не приходится Но Я надеюсь Что Вот так По чуть Чуть И Мы С вами В конце Весны Увидим Готовую Работу Очень Многие Мне Предлагали Варианты Вышитые На равномерке Да Попроси Чтобы тебе Покрасили Ткань Как-то Похоже Но Я хочу Вот Эту Ткань Я хочу Вот эти Вот Все Красивые Разводы Конечно Придется Приложить Усилия Я Опять же Не обращаюсь Что крестики На этой ткани Будут такие же Ровненькие Красивенькие Как там На конвейере На равномерке Нет Они будут Такие Какими Они Могут Быть На Нанесенном Крестики На печатном Крестики Но Я надеюсь Что В общем В финале Работа Будет Смотреться Красиво И Так же Еще Один Процесс Но Уже Не Крестиковый А Алмазная Мозаика Который Так же Пришел Ко мне С планов На зиму Несвершившихся Ну Некоторых Несвершившихся У меня Там Много Свершилось Это Вот Такая Алмазная Мозаика Специи От Фирмы Алмазная Мозаика Вот Вот такие Специи Все еще Меня ждут 50 на 30 Размер 36 Цветов И я надеюсь Сколько она может лежать Поэтому Так же Внесла ее В планы И В общем и целом По большим работам У нас Получилось 9 работ У меня Так же Есть Калажик И выглядит Это все У нас Вот так Вот Опять же Лебединый Замок Розы Калибрии Фуксии Майки Специи Поцелуй волков Девушка на пляже На море И два Дизайна От Дименшинс И если мы с вами Возьмем Вот так Вот То Вот такая Вот красота Ждет нас Весной Этого года Хочется Очень надеяться Что все это Воплотится В жизнь Что все это Вышется Выложится Скажем так И Мне очень нравятся Мои планы Мне кажется Что все очень Большая часть Весенняя Если не брать Санки Ёлку И снегирей Весенняя Красивая Какая-то Жизнерадостная Именно Такое Что хочется Вышивать Сейчас Пишите Что из Всего Увиденного Вам понравилось Больше всего Что бы вы Хотели В первую очередь Увидеть Какую работу Вы бы В первую очередь Хотели увидеть Законченной Я не считала Сколько это все Будет по крестикам Сейчас у меня По сравнению С предыдущими Двумя месяцами С январем И февралем Вот начало Марта У меня Безумно Просело У меня там По 100-200 Крестиков В день Всю первую Неделю Марта Но Надо как-то Возвращаться В привычное Русло Потому что Мне очень нравилось Как в январе Феврале Продвигались Мои работы Надеюсь Что что-то Подобное Мне удастся Изобразить И весной На этом Все Спасибо всем Огромное За внимание Удачи вам И творческих Успехов Пока Продолжение следует